156 разрешений на добычу кабана были разыграны в эти выходные. Напомним, по закону Кировской области, который был принят в 2017 году, разрешение на добычу этих животных происходит путем жеребьевки. Они в порядке очереди, как это было раньше. Подробнее о том, как прошло мероприятие, расскажем в сюжете. Испытать удачу в охот лото и получить разрешение на добычу кабана собрались в это субботнее утро охотники Кировской области. В 2017 году был принят закон, по которому распределение разрешений на добычу этих животных проходит путем жеребьевки. Они в порядке очереди, как это было раньше. Мы уже встречаемся с вами за столь короткий промежуток времени в третий раз. Это обусловлено тем, что мы действительно приняли вместе с вами, благодаря вам, новый закон Кировской области, который придает прозрачность и, наверное, с какой-то степени эффективность распределения разрешения на добычу наиболее ценных видов животных, таких, как лося, кабана и медведя. В этом году поучаствовать в жеребьевке пожелали около полутора тысяч охотников. Допустили к распределению 1350 человек. Это те, чьи документы были правильно заполнены. Во время мероприятия было разыграно 156 разрешений на добычу кабана. Это номер 36. Номер 36. Копылок Илья Сергеевич. У нас распределяется разрешение на кабана в те районы, где по учетам обитает достаточное количество кабанов для их добычи. То есть это у нас Богородский район, Верхошижимский, Опаринский, Санчурский, Юрьянский, Лузский, Малмышский, Вятскополянский. В этом году распределение разрешений проходило параллельно с соревнованиями по спортивной охотничьей стрельбе. Все желающие могли проверить свою меткость. Соревнования были командные, как отметили сами охотники, азартные. Кстати, любители охоты отметили, что все мероприятие было организовано на высшем уровне. Очень все собрано, все чисто, приятно. Люди все рады. Все ждали этого дня, когда это соревнование проводится. Поэтому одно удовольствие получаем. Те, кто не смог присутствовать на распределении разрешений, могут не расстраиваться. В течение трех дней после проведения розыгрыша будут сформированы списки всех победителей. Узнать результаты можно на сайте Министерства охраны окружающей среды.